МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня мы отметили главный праздник многовековой истории нашей страны – День Победы. Уже прошло 73 года, как закончилась Великая Отечественная война. Но это событие все больше приобретает особую значимость. Подвиг наших ветеранов должен остаться в памяти поколений. В областном центре парад объединил сотни людей. Патриотическим настроением зарядилась и наш корреспондент Диляра Абусева. Минутные готовности на площади Ленина открывают парад Победы. Сначала выносят знамя Победы с российским триколором. Затем встроенным маршем проходят представители воинских частей, силовых ведомств, казаки, передовые офицеры, в том числе и ветераны локальных войн. Все они равняются на своих предков – героев. Впервые проходит парадный расчет 53-й дилитной ракетной бригады Западного военного округа, прибывшие в 106-й учебный центр. Свою выправку демонстрирует и подрастающее поколение защитников – кадеты и воспитанники патриотических школ. Батальон юношеских военно-патриотических школ – центра внешкольной работы подросток. Война великая, священная, отечественная. Годы сражений, которые никогда не будут стерты ни с памяти, ни с историей. Героизм, который не будет забыт никогда. Тому подтверждение тысячи людей, которые каждый год приходят на праздник целыми семьями. Такое событие огромное. Деды, прадеды, бабушки наши выдержали, пронесли это. Поэтому мы гордимся этим. Хотим, чтобы так же было, продолжалось. Весь наш род знал, что такое было. В 41-м вся страна в одночасье встала на пути у врага и выстояла. Ценой невероятных усилий, ценой жизни и здоровья. От мала до велика. 22 июня застыли в тревожном ожидании. Я был призван 17-летним, не кончил 10 классов. А в 18-летнем был уже на фронте. Два раза. Один раз меня ранили, потом подлечили и опять. Я шофером был, возил противотанковые орудия. И все время до победы. С каждым годом героев 40-х остается все меньше. Сегодня в Оренбурже проживает около 30 тысяч ветеранов Великой Отечественной. Многим уже за 90. Но собравшись силами, сегодня они пришли на свой главный праздник. Им дарят цветы, желают долгих лет жизни. Антонина Попова на фронтах работала операционной медсестрой. На своих плечах вынесла не один десяток раненых. Давала наркоз, перевязывала, гипсовала, глаза закрыла, поехала, похоронила. Приказано все. Все, что нужно было сделать медику, все выполняла. 9 мая поистине народный праздник, который сплотил все поколения. День Победы – это священный праздник для каждого из нас. Мир на родной земле был завоеван ценой миллионов жизней, тяготами и лишениями всего народа. Эхо сражений до сих пор отзывается острой болью и огромной гордостью в наших сердцах. В Оренбурге отправила на фронт более 400 тысяч своих сыновей и дочерей. Почти половина, 187 тысяч, не вернулись с войны. Их имена навеки останутся в памяти потомков, наследников Великой Победы. День Победы спустя 73 года остается главным символом мужества, величия и силы духа нашего народа и, конечно же, бессмертным подвигом воинов и тружеников тыла. Помнить и чтить историю, передаваясь поколение в поколение, будут те, кому герои войны дали возможность жить и воспитывать детей сегодня. Диара Бусева, Виктор Яковлев, Новости дня. Сегодня в памяти о тех, кто не вернулся домой с войны, дети, внуки и правнуки прошли торжественным маршем по улицам городов. В руках портреты родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Акция «Бессмертный полк» объединила миллионы людей по всему миру. В областном центре это масштабное патриотическое шествие состоялось в пятый раз. В 2017-м составил полка прошли более 40 тысяч оримбуржцев. В этом году ожидалось беспрецедентное количество участников. О том, сколько человек встали в ряды «Бессмертного полка» в областном центре, знает Наталья Мороз. Люди собираются задолго до начала назначенного времени. Колонна набирает силу с каждой минутой. Для Геннадия Суркова быть участником «Бессмертного полка» уже семейная традиция. Говорит, это память о тех воинах, которые погибли в тяжелейших боях. Сурков Василий Федорович был призван в 41-м году, а в 43-м погиб, вернее он умер от ран в госпитале Смоленска. Там же и похоронен в братской могиле. В руках у Виталия Маркова сразу два портрета. Дед погиб в боях под Сталинградом в 42-м. Вместе с похоронкой его отец Василий Марков получает вызов на фронт. В 17 лет он уходит продолжать дело отца, защищать родину. Прошел всю войну, получил медаль за отвагу. Но рассказывать о тяжелом военном времени, признается сын Виталий, никогда не любил. Он очень любил этот праздник. И как бы сейчас его нету, я иду как бы за него. Ровно в 6 часов вечера по проспекту Победы начинается движение бессмертного полка. Маршрут колонны традиционно лежит от улицы Немовская до водонапорной башни. Тысячи оренбуржцев с портретами в руках идут одной колонной. У каждого своя история Великой войны и Победы. Во главе колонны по традиции первые лица области. По некоторым подсчетам, сегодня заявили о своем участии около 40 тысяч оренбуржцев. Акция объединила людей разного возраста, профессий, национальности. Главное одно – война затронула каждую семью. Тем временем колонна продолжает свое движение по одному из главных проспектов города. Мы уже прошли мемориальный комплекс «Вечный огонь». Идем порядка 20 минут. Конечная точка – водонапорная башня. Там всех участников бессмертного полка, а также гостей города ждет большой праздничный концерт. Впервые шествие состоялось в 2014 году. Тогда в колонну встали чуть больше сотни человек. Но с каждым годом движение набирает обороты. Потому что не просто пройти сегодня, а ведь сегодня какое пошло широкое движение, поисковое. Найти своих родных. Почти час колонна добирается до конечной точки. Те, кто впервые вступил в полк, с трудом скрывают свои эмоции. Показывать детям нашим, чтобы не забывали, знали, что была такая война. И родителям, соответственно, надо напоминать детям. Не забывать, не переворачивать историю. Это самое главное. Тысячу оренбуржцев сегодня не раз сказали своему деду спасибо за победу. Показав, они живы, пока каждый помнит о своих героях. Наталья Мороз, Семен Воробьев, Константин Воробьев. Новости дня. Традиционная эстафета у праздничных мероприятий 9 мая принял выставочный комплекс «Салют Победа». Именно туда сразу после парада отправились многие горожане. Гостей ждали «Песни военных лет», выставка боевой техники 40-х и, конечно, полевая кухня. Солдатской кашей отведали более полутысячи оренбуржцев, в их числе и Деля Рабусева. «Песни военных лет», боевая техника 40-х годов. Здесь в парке «Салют Победа» гости и жители города продолжают праздновать 73-ю годовщину со дня победы в Великой Отечественной войне. По традиции угощаются кашей и фронтовыми 100 грамм. Также в меню полевой кухни обязательно кусок сала и черного хлеба, который в годы войны был роскошью. Его запах и вкус Зои Николаева помнят до сих пор. Война забрала у труженица тыла отца. Он погиб в 42-м году. С этого момента началась далеко не детская жизнь 10-летней девочки. Есть такое слово «надо». Вот это «надо». Если мама сказала «надо» делать, то нужно делать. Вот если будете слушаться, и будете работать, и будете делать все, что я говорю, значит мы выживем. Если не будете, не выживем. Вот так мы жили. Мама что скажет, делать мы делали. Мы, во-первых, у нас свои огороды мы сажали. Начиная и тыквой, и картошкой, и морковкой, и лук, и огурцы, и все на свете у нас свое было. Когда папу призвали на фронт в первый день, он вырвал нам погреб. И сказал, вот туда картошку, морковь, все-все сажайте, туда все складывайте. Если будете хоронить, значит вы выживете и будете работать. Вот мы так и жили. За столами главные герои сегодняшнего праздника – ветераны и участники Великой Отечественной войны. Полные сил и бодры, ведь они вновь собрались вместе. Для них День Победы – это больше праздник радости, а не тяжелой ностальгии. И Великий День вновь объединился поколения. Это святой, самый главный праздник нашей страны. И в каждой семье, каждый человек это понимает, этим дорожит и несет через свою жизнь. И самое главное, что передает это из поколения в поколение. Вот так должно быть. В парке «Салют Победы» развернулись и творческие площадки, где звучат песни военных лет, читают стихи о страшных сороковых. Ветераны Великой Отечественной войны встретили еще один праздник со слезами на глазах и с радостью в сердце. Ведь их победу столько десятилетий дарит поколениям мирное небо над головой. Для Рабусева Виктор Яковлев, Новости дня. 9 мая – день, когда вся страна вспоминает страшные годы войны и долгожданную победу. Что значит этот праздник для оренбуржцев и с какими чувствами его встретили жители города? Моя коллега Анастасия Матвеева расскажет, как День Победы отметили в областном центре. На главной улице областного центра сотни горожан. Здесь царит поистине праздничная атмосфера. 9 мая – праздник, который объединяет целые поколения. На советские ветераны – дети войны и наследники Великой Победы. Многие приходят сюда семьями, чтобы дети знали и помнили о подвиге своих предков. Это праздник всего мира. Это праздник России. Бальзам на сердце нам, ветеранам. Когда мы выходим, он с парада вышли, детишки. Я им честь, конечно, отдаю, но их так приятно видеть, слушать. Четвертый год нам нет, ведь я дядя христиан. Наша область отправила на поля сражения более 400 тысяч солдат. 187 тысяч домой так и не вернулись. Память о каждом из них трепетно хранят в семьях. Великая Победа – гордость не только огромной страны, но и каждого человека, каждого жителя Оренбургской области. Подвиги дедов и прадедов в воспоминаниях будущих поколений. И это мой родной дядя, старший брат моего папы. Он был военным летчиком. Стараемся чтить память, конечно, всегда переживаем за эти дни, потому что это очень страшная война, это очень страшно. У моей мамы два брата погибли на фронте. Были потеряны их следы недавно, благодаря интернету, нашли их захоронение. Один в Румынии погиб, один под Киевом. Кто-то узнал о боевом пути от самих участников Великой Отечественной войны. Другие по крупицам собирали информацию о героях своей семьи. Всех их объединяет одно – гордость за свою страну. Мы счастливы этому дню, конечно, потому что есть такой день у нас – гордость за наших предков. Чудесный праздник, замечательный. И чувствуется вот гордость за нашу страну, за наших людей. День Победы – это самый главный праздник в нашей стране, я считаю, что где наши деды, прадеды отстояли победу. Сквер возле Дома Советов – это еще одно место, где сегодня собираются оренбушцы. Они здесь, чтобы сказать ветеранам спасибо за победу и за мирное небо над головой. Папин дедушка погиб 12 мая 1945 года в Берлине. И для меня, наверное, это вообще еще более больной праздник. Благодарны нашим ветеранам, нашим дедам, прадедам, бабушкам, дедушкам, которые ковали для нас победу. Мирное небо над головой. В этом году отмечается 73-я годовщина Великой Победы. Спустя 10, 50 и даже 100 лет наследники всегда будут помнить о героях Великой Отечественной войны. Будут помнить, какой ценой досталась в нашей стране эта победа. Анастасия Матвеева, Георгий Бурлуцкий. Новости дня. Торжества по случаю 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошли сегодня во всех районах Оренбургской области. Наши корреспонденты подготовили обзор того, как самый главный праздник встретили в территориях региона. Елена Давыдова расскажет подробнее. Жители Кувандыка начали собираться на центральной площади города задолго до начала парада. Уже в 9 утра по сложившейся многолетней традиции все желающие могли отведать вкусной солдатской каши, поздравить друг друга с Днем Великой Победы в истории нашего Отечества. Затем трогательные песни военных лет, парад военно-патриотических клубов. Праздничную программу дня продолжила масштабная акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие ветераны, их дети, внуки и правнуки. Участники «Бессмертного полка» огромной колонной проследовали от площади имени Ленина до мемориала «Родина-мать». Здесь, на холме славы, кувандычане возложили цветы к мемориалу. Из Бузулуков в годы Великой Отечественной войны на фронты ушли более 35 тысяч человек. Не вернулся каждый третий. Город принял несколько эвакуированных предприятий, тысячи человек. В селах и деревнях трудились день и ночь, чтобы обеспечить Красную армию продовольствием. В память о героях 40-х сегодня возложили цветы к вечному огню. А на центральной площади развернулась яркая, насыщенная театрализованная концертная программа с песнями о войне. Самая главная песня «День Победы» прозвучала в исполнении семи сводных хоров и всех присутствующих на празднике. Затем прошел «Бессмертный полк». Он слился с колонны юных кадетов городских школ. В октябрьском праздник начался с посещения мемориала памяти. И только потом жители встали в «Бессмертный полк». Эта акция год за годом собирает все больше жителей. И в этом году колонна растянулась на треть пути от центральной площади до вечного огня. Здесь к потомкам с портретами еще присоединились десятки людей. На митинге выступали представители власти, духовенстве и артисты. А в селе Васильевка в «День Победы» жители тоже прошли в колонии «Бессмертного полка». Праздник совпал с открытием двух памятников – герою СССР Григорию Ленькову и участникам локальных войн и ветеранам боевых действий. В Илейке всех участников торжественного митинга в честь «Дня Победы» приветствовал герой социалистического труда Петр Казанкин. Он добился высоких результатов в производстве сельхозпродуктов. В 1944-м был призван в армию. Ветеран много внимания уделяет воспитанию подостающего поколения. Сегодня 1800 жителей поселка прошли в колонии «Бессмертного полка». Чтобы шествие было праздничным, люди пели песни военных лет. «Между нами всегда и всегда, на землях легать и легко». Елена Давыдова, Новости дня. В годовщине Великой Победы готовилась вся страна и областной центр в том числе. Флаги, цветы, баннеры украсили улицы Оренбурга. В преддверии 9 мая на фасаде девятиэтажного дома появился портрет нашего земляка, дважды Героя Советского Союза Александра Радимцева. Кому принадлежит идея создания такой патриотической открытки, знает Ольга Энгельс. Большое видится на расстоянии. Портрет Александра Радимцева на фасаде дома 5-2 по улице Бреской стал украшением города. Автор картины – художница из Новосибирска Марина Ягода. Она не в первый раз принимает участие в таком масштабном проекте. Портрет уже стал символичным для областного центра. На церемонию торжественного открытия арт-объекта собрались жители окрестных домов. Стрит-арт нашел отклик среди оренбуржцев. Я не ожидала, что это так дойдет. Вообще Родина и Оренбург должны знать своих героев. Памятник родимцев у нас есть, стоит. Ну и вот теперь такая красота. Очень даже приятно, что мы помним оренбуржцев своих героев. Гордимся, что у нас вот такие вот люди были. Десятки баллончиков с краской, семь дней. Рисунок высотой в девять этажей был закончен ко Дню Победы. Новый арт-объект выполнен в теплых тонах. Свечение на заднем плане символизирует вечный огонь, память поколений. Герой изображен молодым. На портрете ему 34 года. И это не случайно. Он как хранитель покоя мирных граждан смотрит со стены. Улыбка родимцева излучает свет и вселяет чувство гордости за подвиг предков. Особенно подрастающего поколения, конечно, будут спрашивать своих родителей. А кто это? Кто это на фасаде дома? Что это за человек? Я уверен, что каждый оренбуржец расскажет, что это наш земляк, великий патриот, великий человек, который жил в сложную эпоху, но это герой, на которого мы с вами все должны равняться. Оренбуржцы помнят героев войны. Тех, кто подарил нам мир, победную весну 45-го. Мурал стал олицетворением жизни и светлого будущего. Вместе с преображением фасада дома была благоустроена прилегающая территория. Подобные арт-объекты наверняка еще появятся на улицах Оренбурга, надеются горожане. Ольга Энгельс, Константин Воробьев, Новости дня. Сегодня День Победы встретил в силу возраста дома герой нашего следующего сюжета ветеран Великой Отечественной Николай Борисов. Осенью 42-го его призвали на фронт. Сначала курсантом, потом механиком-танкистом Николай Владимирович дошел до Берлина. После войны начал службу в органах госбезопасности. О ветеране контрразведки, который раскрыл более десятка пособников фашистов, бывших полицаев и старост. В следующем сюжете. Николай Борисов ушел на фронт сразу, как только ему исполнилось 18. В 1942-м он был призван курсантом в 10-й отдельный танковый взвод. Меня когда призвали в армию, я на танки обучили, и затем в часть воинскую, и воевали. В бой ходили, ни о чем не думали. Противник надо победить. Это одна мысль была. В мае 1944-го механик-водитель Борисов направлен в 141-й танковый батальон на 1-й Белорусский фронт. И сразу Бобруйская операция. Их встретили, конечно, огнем страшно. И вот всех до единого подбили. Остался один. Как он ворули вперед, как начал крошить. И вот это место они взяли одним танком. И за это он получил орден Отечественной войны. Потом освобождение Польши. В одном из сражений серьезное ранение и контузия. После госпиталя сразу на Берлин. Я помню, как они военные были в вагонах, были на станциях, были. Что творилось здесь в городе, вы только не видели. Ровно 70 лет назад Николай Борисов пришел работать в органы госбезопасности. Служил в особом втором отделе контрразведки управления МГБ Оренбургской области. Место жительства менял неоднократно. Оренбург, Кваркино, Цербст. В Германии прожил более пяти лет. Все 33 года работы он вел одну линию, немецкую. Занимался розыском пособников Германии, бывших полицаев, старост из Украины и Белоруссии. В Оренбургской области было много немцев, которые были во время войны, переселенцев. Ну, естественно, контингент был там разный. У них были родственники, которые там в СССР, в Гестапо. А потом, когда война закончилась, они тут все под разными там предлогами документы меняли. И вот расселились подальше от линии фронта, чтобы их никто не узнал. Дома никто не знал, кем работает отец и дед. Просто военный, просто дела, просто на задании. Без лишних вопросов семья всегда была надежной опорой, тылом и счастьем. Сегодня Николаю Владимировичу 93 года. До сих пор он с удовольствием встречает гостей, вспоминается слезами на глазах Великую Отечественную, гордится своей службой в органах и, насколько возможно, заботится о своих близких. Инна Томилина, Владислав Горбунов, Юрий Мухтаренко. Новости дня. Мы продолжаем говорить о тех, кто был свидетелем страшных событий войны. Бомбежки, голод и смерть. Нет ни одной семьи, которой бы не коснулось это горе. Оно навсегда останется в памяти. Виктор Федорович Бич, с которым встретились наши корреспонденты, первые годы своей жизни провел в блокадном Ленинграде. И, несмотря на совсем детский возраст, помнит, как город пытались стереть с лица земли. Татьяна Кирзина продолжит. Виктор Федорович без парадного пиджака, с медалями гостей не встречает. Вот и к приезду нашей съемочной группы подготовился заранее. На диване фотографии. Участник блокады Ленинграда вспоминает, как было непросто выжить. И это, несмотря на то, что ему на тот момент было всего 4 года. Когда война началась, то, что фашистов не было, но город окружен был, и была бомбежка. Бесперестанно. Но фашисты не могли пробраться, так бомбить начали. Город был завален полностью. Ну, все улицы, имею в виду, были трупами. Эти трупы не успевали собирать. Голод и страх не забыть никогда, рассказывает блокадник. В памяти то и дело всплывают страшные картины тех событий. Виктор Федорович один из тех, кого называют ребенком войны. На груди награды, а самое дорогое сердце – медаль жителю блокадного Ленинграда. Ее давали лишь тем, кто провел в окружении более 4 месяцев. Он же вместе с родными смог покинуть окруженный город лишь в 43-м. Память маленького мальчика сохранила воспоминания о переправе через Ладожское море. Было страшно, немцам бомбили, не переставая. Ну, стали переправляться. Все. Куда направляли нас, я не знаю. Но дело в том, что это Ладожское озеро, ну, с одной стороны наши были, со второй фашисты были. Ну, у нас не так, а фашисты самолетов обстреливали. Стреливали это вообще по 12 часов полностью. Ну, пролетает, бомбы сбросит и опять. Один за одним. Блокада Ленинграда вошла в историю как самая продолжительная и кровопролитная. В планах противника было стереть город с лица земли. В первый день осады прошла массовая бомбежка. Полыхали улицы, жилые дома. Были уничтожены Бадаевские продовольственные склады. Ленинград был обречен. Сегодня Виктор Федорович ни на минуту не забывает, что ему пришлось пережить. И желает нашему поколению лишь одного. Войну никогда не надо забывать, что у нас прошла эта война. Татьяна Кирзина, Семен Воробьев. Новости дня. В эти дни ОРТ продолжает читать о войне. Уникальный проект «Читаем и чтим» стартовал в преддверии 9 мая. Уже четвертый сезон акции объединяет оренбуржцев, которые хотят сказать спасибо за победу. В этом году впервые прозвучат стихи на национальных языках народов нашего региона. Чем еще четвертый сезон отличается от предыдущих и что осталось за кадром самого патриотического проекта на областном телевидении? Подробности в материале Алины Волоховой. Самый эмоциональный проект областного телевидения. Акция, ставшая по-настоящему народной. Четыре года, почти две сотни стихотворений. Люди разных поколений, взглядов и религий. Но всех их объединяет одно – гордость за подвиг своих отцов. Зенитчицы кричали и стреляли, размазывая слезы по щекам. И падали, и подымались снова, впервые защищая наяву и честь свою, в буквальном смысле слова, и родину, и маму, и Москву. Великая победа – победа общая. Четвертый сезон стал особенным для проекта «Читаем и чтим». В этом году впервые прозвучат стихи о войне на родных языках народов Оренбуржья. Мелодия родной речи. Каждое слово, как крик целого народа. В каждом произведении боль прошлого и гармония настоящего. Наша страна всегда была богата именно на языки разных народов, народов России. И вот такие проекты, которые сейчас будут делать, они очень важны, потому что они оставляют пространство, где можно это использовать, где можно услышать этот язык. Мне кажется, что это такой маленький шаг к большому-большому делу, когда мы все вместе, наверное, все-таки придумаем в России, и как нам сделать так, чтобы каждый россиянин знал не только русский язык, но и еще один язык своего соседа. «Читаем и чтим» в эфире уже четыре года. Автор идеи – известный Оренбургской теле и радиоведущая Софья Ковалевская. Первый год любимые произведения о войне прочли сотрудники ОРТ. А уже в 2017 году проект стал по-настоящему народным. Желающих было столько, что руководство канала принимает решение выйти за пределы телевизионных стен. Мобильная студия ОРТ работала в самом центре Оренбурга. Пять часов и десятки тех, кто пришел сказать свое спасибо ветеранам. И что самое главное, знаете, что удивило больше всего, что рассказывали и ребята, и те, кто постарше, даже не о той далекой войне, о тех событиях, а рассказывали о своей семье. И пока взрослые волнуются, есть те, кто обаятелен своей непосредственностью. Маленькие оренбуржцы занимают особое место в истории проекта «Читаем и чтим». В этом сезоне самым юным участником стал Азад Ищанов. Для него даже пришлось организовать импровизированную сцену. А четырехлетний Артур Аль-Мухаммедов настолько впечатлил своим детским, но очень точным пониманием темы, что слез не стеснялся скрывать уже никто. Папа, ты вернешься невредимый, ведь война когда-нибудь пройдет. Миленький колобочек мой родимый, знаешь, вправду скоро Новый год. «Читаем и чтим» не зря называют самым эмоциональным проектом областного телевидения. Не раз приходилось даже останавливать запись. Чувства настолько переполняли участников, что нужен был перерыв. И это еще раз доказывает, что тема Великой Отечественной войны была и будет для нашего народа особенной. Алина Волохова, Анна Фтюрина, Владислав Горбунов. Новости дня. Сегодня весь коллектив телеканала ОРТ работают для того, чтобы вы во всех деталях увидели, как 9 мая встретила наша область. Выходить в эфир в этот день для нас большая ответственность и гордость за то, что мы причастны к этому великому событию. Еще раз поздравляем всех с праздником, особенно наших ветеранов. И на этом у нас все. Всего доброго и хорошего вечера. И сейчас важная информация для жителей областного центра. В связи с проведением ремонтных работ не будет холодной воды в некоторых жилых домах и теплопунктах. Их адреса вы сейчас видите на своих экранах. Оренбург-Водоканал приносит жителям города извинения за временные неудобства и сообщает телефон справочной службы, по которому можно уточнить информацию. 37 00 00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова